Березовый сок И мы проделываем отверстие в березе, так чтобы попасть под кору Забиваем приблизительно на 5 сантиметров Забили и расшатали Когда мы видим, что потекли первые капли, необходимо в отверстие вставить вот такую пластиковую трубочку Причем глубоко заглублять ее не нужно, только в самое начало Так, чтобы не перекрыть слои, которые выделяют сок Вот теперь, когда закапали первые капли, пришел черед подставлять банку Вот недаром я сделал три отверстия Для того, чтобы трехлитровая банка набежала приблизительно за 2 часа Достаточно вот таких трех небольших струек Привязываем банку Такой способ хорош тем, что дерево мы сильно не травмируем И как только наберется банка, отверстие закроем Как? Покажу чуть позже Ну вот, наша банка набралась за 3 часа Снимаем Попробуем, что у нас получилось Развязали Сейчас прямо в стаканчик Да Сок, конечно, изумительный Но долго он не простоит Чтобы это сделать, необходимо его законсервировать Этим мы сейчас и займемся Если в сок попал мусор, его необходимо отфильтровать И сразу ставьте на плиту На 3 литра сока добавляем половину столовой ложки лимонной кислоты И 3 столовых ложки сахара Нагревать сок до кипения не нужно Так он у вас испортится Лучше его нагревать до температуры 50-60 градусов В таком случае он у вас сохранится в наилучшем качестве Для вкуса в сок можно добавить корки лимона или апельсина Да или просто конфетки барбарис Это как кому захочется Я же не добавляю ничего, чтобы не испортить настоящий природный вкус После того, как сок прогрелся, переливаем его в банку Она должна быть стерильной Если этого не сделать, конечно сок испортится Банку накрываем стерильной крышкой и закатываем ключом А сейчас, как я и обещал, я расскажу, что нужно сделать с отверстиями, чтобы береза не заболела И в следующем году нам дала еще больше сока Первым делом снимаем банку Вынимаем трубочки А отверстия затыкаем вот такими деревянными клинышками Которые я сделал из веток, лежащих неподалеку Через несколько часов колышки разбухнут Сок перестанет течь И дерево постепенно начнет восстанавливаться Если вы еще не собрали сок, поторопитесь Потому что скоро березы распустятся И березовый сок пропадет до следующей весны С добрым утром! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok